Герои Великой Отечественной Великой Отечественной Какая часть героизма, проявленного нашей Родиной в битве с фашизмом, приходится на долю Ленинграда. Зато доподлинно известно, что ленинградцы сковали своей стойкостью и мужеством одну пятую часть всех гитлеровских армий. Это сделали все ленинградцы, мирные люди, на каждого из которых в любой из 900 дней блокады приходилось неизмеримо больше свинца и огня, чем воды и хлеба. Один из свидетелей сказал на Нюрнбергском процессе. Если когда-нибудь будут сооружать памятник погибшим, то следовало бы на первом месте вспомнить о героическом ребенке и почтить его память словами «неизвестным детям». Такой памятник есть. Это дневник, который писала девочка из Ленинграда Таня Савичева. Женя умерла 28 декабря 1941 года в 12 часов 30 минут. В блокадные дни поэтесса Ольга Бергольф словно бы к ней, к Тане, обращалась по радио со стихами. Я буду сегодня с тобой говорить, товарищ и друг ленинградец, о свете, который над нами горит, о нашей последней отраде. Товарищи, нам горькие выпали дни, грозят небывалые беды, но мы не забыты с тобой, не одни. И нашу будет победа. Город Ленина поклялся выстоять. Это была мучительная, почти невыполнимая задача. Победить и дожить до победы. Весь Ленинград, вся страна согласились бы заплатить и платили самую высокую цену, Лишь бы Тане Савичеву не довелось дописать до конца свой мучительный дневник, увековечивая смерть за смертью. Бабушка умерла 25 января 42 года в 3 часа дня. Давно известно, что бороться с варварством надо не только силой оружия, но и силой духа. А гитлеризм был пределом варварства. И Ленинград противопоставил ему беспредельную силу духа, силу совести и культуры. В те дни великий композитор 20 века Дмитрий Шестакович сказал по радио «Советские музыканты, дорогие мои и многочисленные соратники по оружию, мои друзья, помните, что нашему искусству грозит великая опасность. Будем же защищать нашу музыку». Композитор он назвал оружием не пушки, а музыки. И доказал это своей гениальной седьмой симфонией, ленинградской. Звучал в ней, сливаясь с другими голосами воюющего народа, и трагический голос Тани Савичевой. Лёха умер 17 марта в 5 часов утра. Дядя Лёша умер 10 мая в 4 часа дня. Идёт война народная, священная война. В осаждённом Ленинграде это выглядело так. И это было полем одного из самых главных сражений Великой Отечественной войны. Полем сражения за человеческое достоинство, за честь и совесть, за право называться человеком. Жертвами этого сражения были даже грудные дети. Дядя Васю умер 13 апреля в 2 часа ночи. Чтобы почтить память каждого ленинградца, который пал как герой на боевом посту Великой Отечественной, нужно снять шапку на самых дальних подступах к Ленинграду, где-нибудь в начале дороги жизни, и уже не надевать её ни на миг. Идти и идти с непокрытой головой. Мама умерла 13 мая 42-го года в 7 часов 30 минут утра. Савичеву умерли. Умерли все. Осталась одна Таня. Таню Савичеву успели вывезти по дороге жизни на большую землю. Вывезли, но не спасли. Она не догадывалась, конечно, какой великий смысл вложит время в её слова. Осталась одна Таня. Она действительно навсегда осталась с людьми. Память, память, за собой позови В те далёкие промчавшиеся дни Ты друзей моих ушедших оживи А друзьям, живущим, молодость верни Память, память, ты же можешь, ты должна На мгновение эти стрелки повернуть Память, память, ты же можешь, ты должна На мгновение эти стрелки повернуть Я хочу не просто вспомнить имена Я хочу своим друзьям в глаза взглянуть Память, 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 память Память, 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 память Память, память, память